Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики, высший орган государственной власти и единственный законодательный орган, Украинский СССР, законодательно учрежден Конституцией Украинской СССР 1937 года вместо съезда Советов Украины, ВСУССР избирался непосредственно гражданами УССР путем общих прямых выборов при тайном голосовании, но на практике этот процесс осуществлялся под жестким контролем правящей коммунистической партии, срок полномочий составлял 4 года, с 1978 годом 5 лет среди депутатов преобладали члены Компартии, остальные были формально беспартийными членами других общественных организаций, полномочия, Верховный Совет УССР избирал подотчетный ему президиум, образовывал правительство УССР, Совет Министров УССР избирал Верховный суд УССР, также депутатами избирались глава облесполкомов и частично их заместители, высший командный состав расположенных на территории Украины военных округов, полномочия МВС также принадлежало право, Изменять Конституцию УССР и принимать новую, издавать и утверждать народно-хозяйственные планы и государственный бюджет УССР, контролировать состояние и управление предприятиями союзного подчинения и следить за ними, предоставлять право гражданства УССР и Т.П. Основной формой деятельности Совета были сессии, которые созывались президиумом дважды в год, также по усмотрению президиума или по требованию трети депутатов могли созываться в неочередные торжественные сессии, Совет образовывал постоянные временные комиссии, законы принимались большинством голосов депутатов, которые принимали участие в заседании ВС. История первой выборы в Верховный Совет УССР состоялись 26 июня 1938 года, было избрано 304 депутата, первая сессия ВС состоялась в Киеве от 25 до 28 июля 1938 года, предчидеталем был избран Михаил Бурмистенко, президиум ВС УССР возглавил Леонид Корнеец. После присоединения Западной Украины 24 марта 1940 года на этих территориях были произведены до выбора избраны еще 80 депутатов. В годы Великой Отечественной войны ВС УССР работал в условиях военного времени, во время боев за Киев первый председатель Верховного Совета А. А. Бурмистенко погиб в связи с оккупацией в 1941 году территории Украины. Президиум ВС УССР был эвакуирован в Саратов. 29 июня 1943 года был принят указ Президиума ВС УССР об отсрочке выборов в Верховный Совет УССР, согласно которому выборы откладывались на один год, а срок полномочий ВС УССР первого созыва продлевался. Согласно постановлению Совета Народных Комиссаров УССР и ЦК КПУ от 8 января 1944 года, было принято решение о переезде Президиума ВС УССР в январе 1944 года из Харькова в освобожденной от оккупации Киев. 26 ноября 1946 года был принят указ Президиума ВС УССР о проведении выборов в Верховный Совет УССР. 9 февраля 1947 года был избран ВС УССР второго созыва. Его председателем был избран драматург Александр Корнейчук, преемником которого в 1953 году стал поэт Павла Тычина. В течение 1950-х годов законотворчество фактически эсерпывалось усовершенствованием отдельных статей Конституции и уже действующих законов УССР. В конце 1950-х годов законодательная деятельность ВС активизировалась, что было обусловлено необходимостью проведения начатых первого секретарем ЦК КПССН с хрущевым реформ в советской системе власти. В 1959 году обсуждались проекты законов о судоустройстве, а также гражданский, гражданско-процессуальный, уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. В 1970-х годах законотворчество расширяется, интенсифицируется кодификация республиканского законодательства. Так, в 1968 году ВСУ СССР принял закон о сельском и поселковом совете народных депутатов, который значительно оживил деятельность этих низовых представительных органов. В июне 1969 года принимается кодекс о браке и семье, в июле 1970 года – земельный кодекс, в июне 1972 года – водный кодекс и прочие. Кодификация законодательства, которое осуществлялось ВС в эти годы, создала условия для более качественного правового регулирования общественных отношений. Каждый год ВС утверждал проекты Госплану и бюджету республики. Начиная с 1978 года принимались постановления о выполнении годовых обязательств. Однако законы, которые принимались ВСУ СССР, часто лишь дублировали положение правовых актов СССР. В 1972-1990 годы, после писателей Корнейчука и Тычины, причудателями ВС избирались известные украинские ученые. Конституция УССР 1978 года радикально не изменила правового статуса ВС, однако были внедрены некоторые нововведения. Провозглашалось, в частности, что все советы народных депутатов – верховные, областные, районные, городские, районные в городах, поселковые и сельские – представляют единую систему органов государственной власти. Было усилено влияние ВС на местные советы. Состав ВС увеличился до 650 депутатов. Срок полномочий – до 5 лет. Более широким стал круг субъектов правозаконодательной инициативы. Теперь это право принадлежало президиуму ВС, СМУ СССР, постоянным и другим комиссиям, депутатам, Верховному суду, прокурору СССР, а также общественным организациям, представленным республиканским органами. ВС УССР 1-11 созывов строил свою деятельность согласно требованиям советского времени. Его работа находилась под контролем ЦК КПУ, а сам он не был постоянно действующим органом. Собирался на сессии дважды в год и фактически лишь одобрял подготовленные президиумом ВС УССР и согласованные из ЦК КПУ законопроекты. Депутаты совмещали свою работу в ВС с другими видами деятельности. Последние выборы в Верховный Совет УССР в условиях существования Советского Союза состоялись в 1990 году. После принятия акта про возглашение независимости Украины 24 августа 1991 года и внесения изменений в Конституцию СССР 17 сентября 1991 года ВС УССР был преобразован в Верховную Раду Украины. Созывы. В. Г. Мазур, А. В. Меловицкий, издание 2-е, главная редакция УРИК, 1976-с, от 75 до 76, малые словарь истории Украины. Ответственный редактор Валерий Смолий К. Лыбець, 1997, Рибошапка Г. Верховная Рада Украинской АССР, наивысший орган государственной власти Республики К. 1968, Конституция Украинской Советской Социалистической Республики К. 1989. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова